Жизнь — это путь, наполненный подъемами, спусками и поворотами. Они могут быть очень крутыми. Если быть недостаточно осторожным, можно потерять самого себя во время очередного виража или крутого спуска. Так быть не должно. Возьмите контроль над своей жизнью и не позволяйте ей завладеть вашей личностью. Эмоциональное здоровье — один из важнейших элементов здорового образа жизни. Но оставаться эмоционально уравновешенным очень непросто в нашем мире. Если вы замечаете, что вам это не удается, значит настало время повнимательнее посмотреть на самого себя. Нельзя откусить больше, чем вы можете проживать. Не думайте, что у вас есть какие-то сверхспособности. Скорее всего, вы обычный человек, и у вас есть свои слабости и свой предел возможностей. Это нормально. Важно лишь понимать, когда вы приближаетесь к нему опасно близко. В этот момент надо остановиться и подумать. Психологи предлагают значительно снизить свою активность в это время и просто переждать негативную полосу. При таком подходе можно избежать многих ошибок, в том числе и самых тяжелых. Вот несколько тревожных признаков того, что вы близки к эмоциональному истощению и вам требуется перезагрузка. Вы постоянно раздражены. Вы стали недоброжелательны и агрессивны. Вас настолько легко вывести из себя, что с вами рядом стало просто невыносимо находиться. Вы заставляете окружающих вас людей испытывать сильный дискомфорт при общении с вами. У вас пропала мотивация и жизнь стала неинтересна. Она больше не вызывает чувства волнения или радости. Жизнь стала настолько безразлична, что даже бессмысленное сидение перед выключенным телевизором не вызывает у вас скуку. У вас частые приступы тревоги. Вас волнует и тревожит буквально все, что с вами происходит. Вам кажется, что вы не в состоянии справляться с делами, не можете контролировать свою жизнь и поэтому начинаете выходить из себя. Даже незначительные мелочи могут вас расстроить. Вас очень легко вывести из себя, и вы готовы взорваться из-за любой мелочи. Развязался шнурок, выронили из рук кошелек, опоздали на автобус, вас задели в толпе. Все это приводит вас в сильное раздражение. Так происходит потому, что эмоционально вы уже находитесь на грани. У вас проблемы со сном. Вы не можете уснуть по ночам, потому что в вашей голове куча мыслей, которые вас тревожат. Дела на завтра, дела на послезавтра, дела на вчера и тому подобное. Вы пытаетесь уснуть, но ваш разум не собирается успокаиваться. Вас мочат постоянные головные боли. Головные боли являются физическим признаком проблем с эмоциональным здоровьем. Постоянные размышления, да еще с негативным оттенком, что неизбежно превращается в хронический психоэмоциональный стресс, вызывают чрезмерное напряжение мышц, а это приводит к головным болям напряжения. Вам нужно взять все свои чувства и эмоции под контроль, иначе у вас никогда не получится избавиться от этой проблемы. Вы много плачете. Плаксивость является результатом реакции вашего организма на эмоциональные травмы. Уставшая психика просто не в состоянии с ними справиться самостоятельно и пытается найти выход, чтобы получить хоть какое-то облегчение. Вы перестали ощущать привязанность к людям. Вы изолируете себя. Вам неинтересны не только окружающие люди, но даже близкие. Вы все больше начинаете отдаляться от всех. Если все или часть из перечисленных признаков касаются вас и вашей жизни, значит велика вероятность того, что у вас эмоциональное истощение. Это серьезнее, чем может показаться. Подобное ни в коем случае нельзя игнорировать. Если вы чувствуете, что не можете с этим справиться самостоятельно, обратитесь за помощью к специалисту. Если хочется поделиться этим с друзьями и семьей, сделайте это. Вы не должны справляться совсем в одиночку. Герои уместны в романах, а не в реальной жизни. Обратитесь к своим близким за пониманием и поддержкой. Они обязательно помогут, даже самим фактом общения. И самое главное, следите за своими чувствами и развивайте эмоциональный интеллект. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!